Всем привет! Вот мы тут снова собрались очень тесным кругом для разговора про разработку под Linux. У нас, значит, сегодня новая тема связана с отладкой. Я, видимо, буду время от времени заходить на удаленный, на тот самый сервер-практикум, который не сервер-практикум, а виртуалочка у меня на работе, который я раздавал желающим делать домашние задания. И там, возможно, мне придется переключиться на другую палитру, но мне кажется, тут будет хорошо видно и так. Вопрос отладки. Давайте попробуем, значит, вопрос отладки как-то сначала описать, ну, если не теоретически, то по крайней мере на уровне слов. Чтобы вообще понять, с чем мы имеем дело, когда мы отлаживаем бинарник, уже готовый бинарник в Linux, надо понять, что собой представляет бинарник. В принципе, тема, напоминаю, что основной пафос, значит, нашего разговора в этом семестре, да, это мировые знаменитости, которые не снимались в нашем фильме. То есть, тема, как выглядит бинарник под Linux, это очень мощная развесистая тема, которую можно посвятить несколько лекций, вот, и, в общем, ничего не понять. А если уж практическому освоению посвящать, то тогда можно все понять, но, возможно, семестр не хватит. Вот. Почему, значит, бинарники, это не просто скомпилированные исходники, переведенные из языка программирования, ну, скажем, хи, в язык машинных кодов? Потому что в действительности такой бинарник нужно загружать в рамках какой-то операционной системы, чтобы он работал. И, скорее всего, как мы говорили уже на одной из лекций, статический, динамически собранный бинарник будет состоять только из того кода, который написали вы, из ссылок на какие-то имена в этих самых библиотеках, которые предоставляет вам операционная система. Это как минимум так. То есть, как минимум, для загрузки скомпилированной программы в память необходима некоторая инфраструктура, загрузчик этой скомпилированной программы в память, которая одновременно загружает еще в память все требуемые ею библиотеки, вот, и компонует их, то бишь, вашу программу с этими библиотеками, прямо в онлайне, прямо, значит, в процессе загрузки, и все это начинает работать. И это нужно по очень многим причинам. Одна из главных причин – это отсутствие разноверсицы. Все программы, собранные с одной и той же библиотекой, работают с одной и той же библиотекой. И, значит, всех могу послать на статью, связанную с компоновкой, на которую я посылал всех в прошлый раз. В данном случае нас интересует другая часть этого явления. Вот, но, короче, вот с прошлой лекции была ссылка на статью про компоновку, статическую и динамическую. Вот, но это еще не все, потому что, как мы видим на картинке, объектный запускаемый файл состоит из целой кучи разных секций. Это и данные статические вашей программы, и код, и специальные read-only данные, которые, значит, защищены от записи, и стэк, или, вернее, область под стэк, и черт лысый, короче говоря, и сектора, в который, в смысле, сегменты, в которые лежат, например, исполняющая система, которая приехала от языка программирования дополнительно к вашему. Ну, короче, все подряд. Вот, давайте зайдем на машинку с практику, там, по крайней мере, все настроено. Значит, вот сюда. И у нас есть сегодня пятая тема, вот, тут целая куча всего. Значит, давайте напишем какую-нибудь очень простую программу, да неважно какую, вот есть какая-то программа, ну, вот эта вот. Вот, да, да, она, это просто программа, которая что-то выводит. Давайте ее скомпилируем, вот, и посмотрим, посмотрим, из каких секций она состоит. Давайте, тут как раз есть ссылка. А, сначала давайте скомпилируем ее статически. Вот, значит, помним, что статически скомпилированный бинарник занимает довольно много места, вот. В данном случае 3 мегабайта. Давайте посмотрим, что в нем есть. В нем есть целая куча разных, то есть, в нем приехала вся библиотека. На самом деле, вся. Видите, да? Это весь Lipsy туда приехал. Что мы видим? Мы видим, что этот бинарник такой большой, потому что туда приехала вся библиотека Lipsy вместе со всеми функциями. Вот, даже, вон, связанными с построением этого самого компилятора компиляторов. Вот, поэтому давайте мы минус статику берем. Вот, получим вот такую штуку. Теперь мы ее, кажется, не можем посмотреть. Можем посмотреть. Вот. В ней гораздо меньше символов. NM нам покажет только те символы, которые мы используем. Это те символы, которые мы сами задали. Main, N, что там у нас, fun1, fun2. И те символы, которые в результате используются в нашей программе, это printf и то, что используется исполняющей системой C. Всякие внутренние функции, внутренние глобальные переменные, вот это все. Вот. Интереснее посмотреть, из каких секций состоит этот самый бинарник. Мы, собственно, за этим туда пошли. Вот. Какой-нибудь редельф сказать ему. Только ему надо сказать что-нибудь минус А. Во, минус А. Он сейчас нарисует нам очень много всего. Вот. И дизассемблер. Вот. И это сам заголовок. И это из каких разделов. Вот это секции, из которых состоит код. Смотрите, их 37 штук. Разных. Еще какие-то заголовки. И это что такое? Ну, короче, вы понимаете, сложная штука, по которой можно очень долго объяснять, что она делает. Вот это таблица символов, в которой, как я понимаю, будет все, что мы хотим. Определенные нами, например, имена и неопределенные имена, потому что они встречаются в недрах других разделяемых библиотек. И где-то тут еще должен был быть дизассемблер. А, дизассемблер он не написал мне. А, нет, вот же он. Нет, не он. Дизассемблера, короче, тут нету. Секция текста тут не показана. Она есть, но ее просто, ну, никто не трогает. Вот. В общем, их тут много разных. Ну, и, если мы хотим, ну, давайте еще вместо Ериадельф какой-нибудь общ-дамп, просто другая программа, и тоже минус А. Вот. Например, сейчас, она вообще что-то сделала. А. Минус А большое? Нет. Минус Икс, алхиадерс. Во, а вот общ-дамп умеет еще и декаблировать. Вот. Ну, короче, две программы, которые занимаются примерно одним и тем же, просто от разных авторов. Вот. Которые показывают содержимое нашего файла именно из каких сегментов он состоит и в каком сегменте что лежит. Да? При необходимости можно даже дезассимблировать кусочек, но это нам, в общем, не очень интересно. Вот. Сейчас мы даже не будем разбираться, что это за сегменты. Просто поймите, что вот этот бинарник, это не тушка такая вот летая, а некоторая сложная древовидная структура, которая как-то там размещается в памяти и потом начинает работать. А вот. Соответственно, есть еще одна штука, которую на самом деле сегодняшние планы лекции надо удалить, потому что она будет в одной из следующих. Это как посмотреть, с какими конкретно библиотеками собрана та или иная программа. Ну, вот, например, программа, это наша БТ, собрана, я думаю, я вангую, что с глипси. Вот. И действительно, это загрузчик, вот, это забыл что, а это, собственно, глипси, с которым она собрана. А вот эта программа ПЦРЕ-дема, она еще собрана с библиотекой ЛИППЦРЕ. О! Точнее, будем более конкретны, ЛИППЦРЕ-2.8, то есть это вариант ПЦРЕ-2 для 8-битных сил. Кодировка. Так вот, значит, программа ЛДД, она забавно так устроена, что она как бы запускает нашу программу, но вместо исполнения кода она просто трассирует всю процедуру загрузки этим самым загрузчиком, а потом останавливается. И таким образом, поскольку процедуру загрузки мы проходим, мы видим, с какими библиотеками мы этот бинарник собран. Обратите внимание, что ни ЛИППЦРЕ, ни ПЦРЕ не лежат, не принадлежат нашему бинарнику ПЦРЕ-дема, а лежат где-то отдельно, и операционная система умеет их подгружать, все это компоновать. Вот динамическая компоновка, как она есть. Более того, наш БТ, будучи скомпонован динамически, вместо трех мегабайтов стал занимать 20 килобайтов. И это там еще таблица символов лежит. Ну, в общем, вот. Такое, значит, предисловие номер ноль про то, чем пользуется отладчик, когда мы занимаемся отладкой кода. Предисловие номер один, что еще нужно? Что еще нужно, чтобы комфортно отлаживать программу? Ну, первая народная мудрость – собирать эту программу с ключом О0, то бишь без оптимизации. Почему? Оптимизация очень часто выкидывает из получающегося кода строчки. В получающемся коде может выйти, что наши строчки в программе на языке программирования не соответствуют ничего в результате. И это лучший исход. Когда вы можете отнимать праву, выписаться на переговоре. Совершенно справедливо. Значит, одно дело, когда у нас просто выкидываются какие-то куски алгоритма. Сокращенец, как поклонник железа, говорит, что первое, что нужно при отладке программ – это принт по всему коду. Вот мы сегодня как раз не про это будем разговаривать. Как тут правильно мне подсказывают, вторая беда оптимизатора – он может выоптимизировать даже куски данных из вашей программы, если они используются, ну, скажем так, у вас вызвали переменную, а она используется в одном месте в качестве константы. Или вы написали функцию, а эту функцию можно жмак, бряк и превратить в небольшое выражение, а саму функцию вообще не вызывать. Это вполне нормальная оптимизация, в результате у вас не просто не будет куска алгоритма, соответствующего этому коду на C, у вас не будет даже попытки сымитировать, чтобы вы вызвали какую-то функцию. И вам напишут, нет этих значений, они оптимизуют out, на стойке они не лежат, никому не нужны, все, всем до свидания. Неудобно. Поэтому минус O0 – ваш большой друг. Если у нас отсутствует привязка нашего скомпилированного файла к исходникам, то есть вот этот вот код на машинном языке, как он соответствует коду на исходном языке, то в Атланчике мы можем увидеть только таблицу символов с именами, которые есть. Если только мы не пострипали файл, если мы файл пострипли, то еще и ее нет. То есть убрали таблицу символов тоже. И, слушайте, я соврал, таблица символов есть всегда. Вот не надо, пожалуйста. Таблица есть, а стрип – это как раз очистка их дебаг-инфо. Вот. И дизассемблер. Мы не увидим исходного кода. Несмотря на то, что, возможно, файл с исходниками есть рядом, мы этого исходника в Атланчике не увидим, потому что нет того места, где написано соответствие, какой кусок кода на машинном языке соответствует какому куску кода на си. И поэтому Атланчик будет применять дизассемблер, вы будете видеть ассемблерную инструкцию. Для того, чтобы произошла привязка исходного кода на си к бинарнику, нужно специальный информационный файл под названием дебаг-инфо. Вот. Ну, точнее, тип этого файла дебаг-инфо. Вот. И, как правило, этот файл просто приклеивается к вашему бинарнику для простоты при сборке. Просто вы говорите минус g. И от того, что вы сказали cc минус o минус g, у вас получается бинарник большой. Давайте проверим это. Вот. Значит, сейчас, cc минус o ноль. Кстати, давайте проверим, насколько cc минус o ноль точка си. Насколько cc минус o ноль увеличит размер. Да не увеличил он размер. Вообще это какой-то похоже на 2000 непонятно. Ну, короче, не увеличил. Давайте еще скажем минус g. Дебаг-инфо. Ну, вот теперь он стал побольше, да? Вот этот вот килобайтик, который тут приписался, это как раз дебаг-инфо. Дебаг-инфо. А, вот оно в чем дело. Минус o большое ноль. Я глупый человек. Вот. Вот теперь все правильно. Давайте буду... О, большое ноль, конечно. Вот. Значит... Да. И минус... Минус o b t. Ну. Вот. Теперь все правильно. По умолчанию, если вы помните, компилятор стоит файл под названием a.out. Так пошла эволюция исторически. Почему a.out, я не знаю. Так он называется. Вот. Значит... Так вот, теперь в этом bt есть еще и отладочная информация, и мы можем, когда отлаживаем этот файл, просматривать исходный... То есть нам атланчик будет показывать строчки исходного текста, а выполнять, разумеется, последовательности инструкции машинного кода несколько штук. Да, значит, тут сокращение замечает, что формат отладочной информации называется дворф. И это не специальное. Раз уж формат объектного файла называется эльф, то, разумеется, к нему прилагается еще и дворф. Да, ватс. Так и есть. Да. Ну вот. Значит, дебаг-инфо. Сразу скажу, прежде чем перейдем к практической части. Да, теоретическая часть у нас, значит, про эльфов и дворфов. Сразу скажу, что если вы хотите отлаживать программу, которая с чем-нибудь собрана, да хоть с тем же глипси, и, например, у вас бага вылезает не в вашей программе, а в коде какой-нибудь библиотеки. Ну, потому что вы напортили что-то со ссылками, у вас memory corruption, вы этот memory corruption жевали-жевали, и, в конце концов, до него добралась какая-то библиотека, и там упала. И вы хотите узнать, что за указатель туда приехал, вот, в каком месте она упала. То, помимо исходников вашей программы, вам нужны исходники всех библиотек и дебаг-инфо всех библиотек. Иначе, как только вы зайдете внутрь функции, от которой у вас нет дебаг-инфо, да, вы увидите ту самую картину, значит, дизассемблер и имена, больше ничего. Создатели дистрибутивов о вас позаботились, и вместе с библиотеками, с которыми вы компилируете, также есть и так называемый дебаг-инфо-версия этих самых библиотек, причем там просто отдельно содержится дебаг-инфо. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, вот, у нас есть, стоят какие-то библиотеки с дебаг-инфо, ну, на самом деле только по CRE-3, но давайте вот в нее и посмотрим. Вот. Во-первых, все исходники ее приезжают, и отладчик знает, где их искать. А во-вторых, приезжают вот такие страшные штуки. И это отковыренные от основной библиотеки дебаг-инфо, приковыренные в специальный каталог. Ну, в данном случае, USR-lib-debug-lib-64. И это, значит, давайте посмотрим, да, на самом деле является, тут плохо видно, потому что все было настроено на черный терминал, вот, на самом деле это simlink на что-то из этого. Потому что вот это уникальный идентификатор, который, ну, это хэшик, который очень трудно случайно повторить, вот. А это его просто название для нас, чтобы нам было видно, как это называется. Да? Давайте. Что-то я не врубился. А, понятно. Он показывает на соседнюю библиотеку. Тут 3, а тут 3, 5, 13. Хорошо. А, нет, я соврал, я соврал. Значит, все наоборот. Вот оно лежит здесь, а это, видимо, их какие-то внутридентификаторы. Не буду врать дальше. Я и так уже соврал. Как видите, я-то думал, что это simlink туда, но нет, видите, вот он тут лежит. Я не знаю, кто это такие тогда. Вот, какой-то хэш. Не важно. Важно то, что дебагинфо-версии библиотек вашего дистрибутива содержит нужную вам информацию. Исходники и отладочную информацию. Вот тогда при попытке отладиться, при попытке отладить предложенница, у вас будут показаны не только исходники вашей программы, но и, значит, исходники всех библиотек. Мы с вами будем разбирать один-единственный отладчик, потому что он почти один. Правда, в комплекте с LVM и Цлангом есть свой собственный у них какой-то отладчик. Но про него я ничего не знаю. Прям не знаю. Может быть, имеет смысл наконец-то узнать про него что-нибудь. Мы будем рассматривать один-единственный отладчик, который называется GDB, потому что все остальные на самом деле являются просто интерфейсами к этому самому GDB. По крайней мере, под Linux. Ну, в подавляющем большинстве. Ну, вот, может быть, вот это LDB по другому острову. Я не знаю. Надо посмотреть. Вот. Сразу скажу, что главная библия человека, который собирается отлаживаться, это документация по нему, она немыслимых размеров. Вот. Это оглавление. Ну, в общем, да. Да. Значит, хорошая, годная документация. Там есть все. Давайте посмотрим номер. А, у них нету номера страницы. Ну, правда, странички иногда вот такие. То есть, вы не думаете, что это по огромной научной статье на каждую тему. Нет. Вот. Значит, ну, мы с вами начнем с практического, так сказать, с практической стороны. Давайте мы посмотрим какую-нибудь программку, да все тот же Bt, потому что он достаточно сложный, чтобы... Ну, давайте, во-первых, на него посмотрим. Абсолютно бессмысленная программа, нужная для того, чтобы дважды вызвать из функции функцию. Вот. Которая, собственно, в цикле вызывает функцию fun1 с некоторым параметром, а функция 1, в свою очередь, дважды вызывает функцию fun2 с некоторыми параметрами. Потом все это выводится. Вот. Программа бессмысленная, мы ее просто поотлаживаем as is. Да? Значит, вот мы ее скомпилировали. Минус G, минус O0, Bt, точка C, минус O, Bt. Вот. И GdB, этот самый Bt. Отладчик GdB чисто текстовый, потому что, когда его писали, ничего другого, никаких других интерфейсов не было даже в проекте. Вот. И, как бы, процесс отладки стоит в том, что вы командуете отладчику, что делать. Например, он загрузил же уже Bt. Видите, он... Давайте, кстати, вот что сделаем. Давайте ради примера скомпилируем без G, и посмотрим, чего он скажет. Ой. А почему он сказал reading symbols? Откуда он его взял? Громче? Громче, я не слышал. Громче, значит, что он пытается прочитать, но он не факт, что он нашел. Да вот вроде нашел. А, нет, не нашел, все так. Он, знаете что, он нашел, видимо, символы к глипси. Да, вот это код какой-то инклюдник, и, собственно, все. А вот если, то есть, иногда он ругается и говорит, я не могу найти таблицу символов, сейчас он почему-то не ругается, но в любом случае он нам не показывает исходник. А вот если сказать вот так вот, вот, то все будет хорошо. И мы сейчас можем сказать, например, сейчас я подумаю, чтобы так, как это, с какой стороны начать. А, ну вот, лист, командачка лист показывает список строк вокруг той строки, с которой мы будем работать. Пока, поскольку он не знает, с какой строки мы будем работать, он показывает, ну, начало нашей программы. Инклюда, разумеется, ему не интересны, а вот начало нашей программы, вот. Давайте попробуем сказать ему run. Ну, он все выполнил. Да, мы запустили программу, она выполнилась и закончилась. Что-то не то, значит, что-то нужно еще сделать. Тут мне советуют про ту и ГДБ. Ну, посмотрите в план лекции, там есть ту и ГДБ. Вот, тут спрашивают, тут спрашивают про ГДБ сервер, про ДГБ сервер я буду только упоминать, иначе времени на все не хватит, про что я хочу рассказать сегодня. Вот, упомяну про ГДБ сервер, это вот сокращенец волнуется. Вот, понятно, как человек, который хочет отлаживать дистанционно всякие железяки, да, с той стороны запускается сервер, а он сидит на нормальной машине и отлаживает. Вот, смотрите, что нам не хватает? Нам не хватает как-нибудь посередине остановиться. Ну, что мы можем сделать? Мы можем взять, например, и знать, что у нас в нашей программе обязательно есть main, и сказать breakpoint main. О, видите, что он сделал? Он говорит, у вас теперь есть breakpoint, который находится в файле bt.c на 17-й строке, спасибо, debug.info, нашлось, где в исходниках main лежит. Мы даже можем сказать info breakpoints, но он нам покажет примерно то же самое. Ну, он еще показал адрес памяти, где это самое место, вот, в соответствующем сегменте текст находится. Вот, теперь если мы скажем run, то он остановится на breakpoint, и если мы скажем list, то он покажет строчки вокруг того места, где он остановился. Да, вот он, говорит, остановился на 17-й строке. Почему он остановился на 17-й строке? Да потому что это первый оператор, который можно выполнить. Да, все вот это, это сигнатура функции и описание локальной переменной. Ну да, вот сокращение сжалуется, что с такими true-железяками все еще хуже, там даже сервер запустить нельзя, потому что памяти на это не хватает. Есть всякие g-таги и вот это все. Да, значит, и так у нас breakpoint произошел, мы поставили на 14-й строке, но в действительности он произошел на 17-й, потому что это первая строка, которую можно выполнить. И вот, и даже нам ее вывели. Ну вот теперь можно, например, с помощью командочки next выполнять по одной строчке нашей программы на C. Я вот сейчас нажму не enter, а она выполнит предыдущую команду next. Вот видите? И вот этот print. Обратите внимание на то, что команда next выполняет всю вот эту строчку вместе со всеми вложенными функциями. Если мы хотим куда-то зайти, надо нажать команду step in. Step. Вот сейчас я нажму enter, он выполнит команду step, и мы зайдем куда мы зашли вглубь функции f1. Давайте посмотрим ее. Ну правильно, мы же вызвали там f1, фун 1. Вот мы теперь в фун 1. Я вангую, что мы сейчас на какой-нибудь строке типа 10-й, потому что, да, 10-й, потому что это ее. Заодно обратите внимание, написалось, каким параметром мы вызвали этот фун 1. Ну давайте дальше степом. Степ, степ. Это мы где уже? Это мы уже в фун 2. Теперь сейчас будет return. Вернулись в фун 1. А нет, не сейчас. Вот скобка закрывается. Вернулись в фун 1. А нет, вызвали следующий фун 2. Вернулись в фун 1. Сейчас мы сложим и вернемся в main. Вот. А сейчас мы вызовем print. Вот я сейчас вангую, что, вот видите, это функция print. Да, на самом деле print без подчеркивания это макрос. А это функция. Сейчас я нажму s, и мы влезем в какие-то совершеннейшие дебри глипсии. Во. Причем это не просто дебри глипсии. Судя по вот этому востарту, это именно функция print. Точно. Такая красотень. Если нам надоело отлаживаться, можно сказать continue. Вот. И он довычисляет все за нас. Вот. Обратите внимание на то, что мне в какой-то момент стало лень писать полностью название команд. И такие часто употребляемые команды, как run, next, continue, они все, значит, из одной буквы состоят. Можно... Это довольно известная конвенция. Можно сокращать команды до минимального количества букв, а некоторые даже еще меньше до одной. Ой, я забыл, что такое advance. Давайте почитаем. Я правда не знаю, что такое advance. А, это выполнять до какой-то там строки. Или до тех пор, пока мы не вышли, например, из функции. Ну, окей. Или не вошли в функцию. Короче, вычисляет либо до какого-то места, либо пока мы с функциями. Ну, до какого-то определенного вызова. Интересно. Давайте мы ее перезапустим и скажем ему advance. Advance. Required и location. Видите? Ему нужно знать, до какого места надо выполняться. Ну, бог с ним. Не будем тогда этим пользоваться. Я этой командой пользуюсь редко. Вот. А еще finish. Давайте посмотрим. А, finish это до конца функции. Чтобы она остановилась перед return. Я почти уверен в этом. А, upon return. Да. Тоже удобная штука. Мы хотим понять, что функция сделана. Но прежде чем вернуться по стеку вызова функции обратно, остановиться и посмотреть, ну, все ли в порядке. Да. Вот у команды finish именно про это. Давайте попробуем сказать так. Давайте мы сейчас перелогинимся. В смысле перезагрузимся. Yes. Выйдем. Да. B. Поставим B. Фунт 2. Потому что она вызывается. Это breakpoint на фунт 2. Потому что она вызывается последний. Run. Вот мы сейчас находимся в этом самом, в вызове фунт 2. Кстати, давайте посмотрим backtrace. Командочка Bt, backtrace, выводит стек вызова функций. Смотрите, из мейна мы вызвали фунт 1 с параметром 43. А из него вызвали фунт 2 с параметром 43. Причем, прошу заметить, мы можем по этому, ну, вот если мы сейчас скажем L, мы увидим содержимое фунт 2. Мы можем сказать up. И по этому стеку вызова переместиться вот сюда. Посмотреть, какой контекст. Значит, мы сейчас наблюдаем контекст, ну, например, что там, print n, да? Это фунт 2. Мы можем переместиться, сказать up. И он говорит, мы переместились в контекст вызова номер 1. Это функция фунт 1. У нее есть переменные c. Давайте посмотрим. У нее есть переменные c. И если мы сейчас скажем print n, нам скажут, нет, никакого n, мы находимся в контексте вызова вот это, вот-вот здесь, да? И мы же ему сказать, зато можем сказать print c. Вот, пожалуйста. Можно сказать опять down. Down, я сказал. Мы вернулись обратно в этот самый фунт 2. Вот, и здесь мы можем как раз сказать finish. И он говорит, смотрите, мы работаем до тех пор, пока не вылезем из фунт 2. Возвратили мы 87. Ну, вот, примерно так. Теперь мы работаем до тех пор, пока не вылезем в фунт 1. И возвратили мы, соответственно, что-то там. Ну, в общем, вот. Такая вот картина. Так, и это что касаемо отладки, да? Ежели это не... Значит, как видите, я помимо того, что рассказал про основные команды отладки, next, step и все остальное, еще немножечко начал про breakpoint. Что такое breakpoint? Breakpoint это ситуация, когда у нас исполнение прерывается, потому что мы его в этом месте, как это, пометили, чтобы оно прерывалось. Breakpoint можно выставлять по номеру строки, а можно выставлять, допустим, по названию функции. То есть, в принципе, мы можем вот в этом коде поставить breakpoint на 18-ю строку. Вот, пожалуйста. Yes. Вот первым делом я... rrun перестартует программу. Он даже спросил, хочу ли я перестаровать программу, а то ведь она же еще не закончилась. Я сказал, да, хочу. Вот. И он нам остановился как раз на breakpoint 2, потому что это первый попавшийся ему под руку breakpoint. Вот. Сейчас я скажу continue, а он остановится на breakpoint 1, потому что мы сейчас по цепочке из фунт 1 вызовем фунт 2, а как мы помним, у нас второй breakpoint это как раз... это как раз вот этот. Вот. Кстати, тут, видите, написано, что второй breakpoint уже один раз мы в него уперлись. Ну, давайте continue. Ну, вот, в ангаване мое сбылось, мы уперлись в breakpoint 2, ну, в общем, точка останова, она и есть. На, как это реализовано на системном уровне, пожалуй, имеет смысл опустить, потому что там некоторые трюки, вот, аппаратные, и об этом рассказывают частично в курсе операционных систем, частично в курсе архитектуры ВМ, а я рассказывать про это не буду. Вот. Помимо breakpoint'ов, есть, например, watchpoint'ы. Watchpoint'ы это ситуация, когда ваше выполнение останавливается, если некоторые выражения удовлетворяют некоторому условию. Или если просто меняется содержимое переменной, например. Давайте попробуем. Значит, давайте только уберем... Да, уберем все... Я тут тап нажал, вы не думайте, что я все это руками набрал, delete breakpoints. Вот. Уберем все breakpoint'ы, но зато давайте поставим watchpoint. Ну, например... Ой, я не знаю, что это такое. Ничего не получилось. Hardware watchpoint не сработал. Так. Ну, давайте попробуем почитать документацию, хотя, если у меня сейчас не получится, забьем на это дело, это не настолько... Не настолько... А, watchmemory, the witch refers. То есть надо на самом деле тут... О, это стэк, фу. Короче, watchpoint это... Слежение, разумеется, за памятью, и нам нужно знать адрес, по которому мы смотрим. Да? Вот это n ни к чему нам не ведет, ни о чем нам не говорит. Нам нужно в какой-то момент узнать, по какому адресу смотреть, где произошло изменение. Вот. Можно, например, переписать нашу программу так, чтобы мы в ней модифицировали глобальную переменную, и вот тогда watchpoint будет иметь смысл. Давайте. Ну, на самом деле он и так-то будет иметь смысл. Вот. Но... Ну, а давайте, кстати, какая нам разница, да? Watchpoint и... Только... Ну, плюс к вам реланч. Да. Watchpoint. Только надо сначала сказать старт. Да, кстати, я забыл сказать, что break, main и run имеют приятное сокращение старт. Старт устанавливает breakpoint на main, временный, запускает run, а после вываливания на этом breakpoint удаляет его. Довольно удобная штука. Вот здесь можно сказать watchpoint и... Вот. И попробовать сказать run. Да не run, а continue. Ой. Не захотел. Ну вот. Давайте посмотрим. Слушайте, это же нехорошо. Это же как-то... Давайте посмотрим в гугле. Может, что я не так делаю? То есть все-таки надо было и сказать здесь, все было проще. Да? Ну-ка. Проверяем. Так, значит, старт. Watch и... Continue. О! Да! Вот. Все было проще. Мы выдаем выражение, а он смотрит, что это выражение изменилось. Вот и все. Никаких адресов. Все адреса он вычисляет, разумеется, сам. Мало ли что. Потому что мы вызываем, например, функцию локально. И там она может на стеке... Параметры ее локальные перемены на стеке могут находиться в разных местах. Поэтому это уже сам ГДБ понимает, в каком месте памяти находятся наши локальные перемены и зачем следить. Видите, вот она меняется, он каждый раз, когда она меняется, вываливается. Watchpoint. Еще есть catchpoint, так называемые. Это случай, если у вас сработал системный вызов асинхронный или этот самый C++ на исключение. Ну и, в общем, там довольно много про точки останова. То есть, если быть до конца честным, можно сказать help breakpoints и получить список того, что можно делать с брейкпоинтами. Смотрите. Это все про брейкпоинты. А мы с вами посмотрели только три разных штуки. Вот. Что еще можно делать в дебаггер? Ну, разумеется, смотреть содержимое переменных. Мы видели оператор print, который выводит на экран то, что у нас работает. Но можно и всякое странное. Ну, допустим, давайте опять выйдем. Допустим, fun2, да? Run. Вот мы выпали в fun run. Значит, мы можем посмотреть, например, содержимое памяти. Какой? Ну, скажем... Ща, давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, помимо того, что мы можем посмотреть N, или, скажем, даже его в 16-ти ричном виде посмотреть, только не здесь, а вот здесь. Вот. Почему нет? Вот. Мы можем также, например, посмотреть стэк. Что у нас лежит на стэке? Покажи мне, пожалуйста, в 16-ти ричном виде, что лежит на стэк-пойнтере. Это какой-то адрес. И это какой-то адрес. На стэк-пойнтере лежит. А давайте посмотрим много, да? Скажем же, 16. Стэк на большинстве архитектур растет вниз. Он начинается сверху некоторого сегмента памяти. И тут хорошо видно, что он начинается сверху, потому что адрес стэк-пойнтера, видите, это вот довольно большой... Формально довольно большое число. Вот. И когда мы забираемся вверх... Ну, вот смотрите. Вот у нас есть такое. А если мы скажем up... Вот у нас... Сейчас. Здесь был стэк-пойнтер E0, а здесь, соответственно, стэк-пойнтер у нас уже... E1, F10, да? Вот. В предыдущем вызове он был ближе к концу памяти, да? А в мэне он был еще ближе. Вот. Да? Тэк. Вернемся обратно. Итак, мы можем посмотреть содержимое стэка. Даже его... Что лежит там... Вот. Выше, что, куда, что, кто напихал. Вот. Я думаю, что это адрес возврата, кстати, тупо. Есть у меня такое подозрение. Ну, не важно. Важно другое. Важно, что, например, мы можем посмотреть, что лежит за пределами стэка. Мусор. Вот две ячейки, которые лежат еще ниже. Да? Вот. То есть стэк растет еще раз отсюда, вот сюда, да? И вот на самом деле он закончился здесь. Вот эти две ячейки — это мусор, который лежит под стэком. Такие дела. Это нам еще пригодится. Мы сегодня напишем программу, которая нечувствительным образом меняет значение перемен. Путем мухляжа со стэком. Я на самом деле все это показываю ради того, чтобы вы оценили, насколько мощная штука этот самый x. Потому что он позволяет в нужном вам формате посмотреть кусок памяти в нужном месте. Вот, например, вот это наше число n, которое там равно чему 42, по-моему, watts. Вот ее адрес этого числа n. Так выглядит сегмент данных из всех пятерочек стоит. А это ее значение. Потому что глобальная переменная, значит, она в сегменте данных лежит. Но можем же сделать так же, как мы это делали раньше. Поставить здесь 16, а здесь поставить, скажем, минус 4. И посмотреть, что там вокруг лежит. Вот это у нас какие-то эти самые. Вот это n. Он нашел это n. А тут еще что-то. Вот такие дела. Ну, тут нули, потому что по определению у нас сегмент адреса, сегмент данных инициализируется при старте нулями. А вот тут лежит мусор какой-то. Мы не знаем, что это такое. Но это наша память. Поэтому мы туда можем полезть и все там расхакать. И если мы так сделаем, наша программа на C будет продолжать работать, но плохо. Вот это называется unsafe memory model. Ну, с другой стороны, какой еще memory model может быть у языка столь низкого уровня, как C? Чего еще нам интересно? Лист я уже показывал. Помимо листа, помимо принта, который просто показывает значение переменной и x, который, xamine, который показывает, условно говоря, дам памяти, есть еще команда дисплей, которая включает список наблюдений. Если вы, давайте это сделаем, хотя это не очень важно, можно сказать, дисплей i, и теперь с каждым шагом он будет показывать содержимое i. Вот я нажимаю n, next, ну и enter, потому что он повторяет предыдущую команду. А он знает, что нужно показывать содержимое и каждый раз, когда мы на него смотрим. А чтобы убрать это, надо нажать undisplay. Буквально не показывать. В одно слово. Вот. Что еще? Дам в памяти можно посмотреть, не будем смотреть формат этой штуки. Backtrace мы с вами видели, up, down мы с вами видели, как-то мы быстро продвигаемся. Амад, фактически я сейчас описал большую часть того, что нам может так или иначе пригодиться при такой вот, ну, самой простейшей отладке программ, в том числе разбирательств, разбирательств о том, что у нас с памятью творится. Мы можем зайти в программу, поставить, значит, поставить точки, точки breakpoint, вот, значит, и смотреть, что где происходит, что где чему равно, вот. Давайте ради интереса разберемся вот с такой программой. Давайте посмотрим, на нее хорошо видно или мне открыть в терминальчике ее. Лодчик-терминальчике, там толще буковки. Значит, вот у нас есть программа под названием fun.c, вот она. Что значит в main? В main мы заводим локальную переменную b, long end, то бишь, да, одну ячейку в случае 64-разрядной архитектуры. Дальше передаем эту переменную b, адрес ее, передаем функции tst, вот. Затем вызываем функцию tst2, которой ничего не передаем, а затем выводим переменную b обратно. Давайте посмотрим в функцию tst, которой мы передали адрес b. Мы передали ей адрес b, вот он тут передается, все честно, long звездочка. Взяли переменную x. Вот. Я бы сказал, что здесь можно было написать long звездочка x, но ради мутности нашего, как это, ради замутнения рассудка я написал long x. Хотя вот, возможно, можно было написать long звездочка. Проверим, кстати. Положили в этот x, p, просто сам адрес p, вернули 0. Короче говоря, ничего не произошло. В этой программе мы просто переложили вот эту чиселку, адрес, адрес переменной b в переменную x и тут же вышли. И удалили весь фрейм наш. Ладно, вызвали tst2. Что в tst2? В tst2 у нас есть локальная переменная a, тип логин звездочка. Вот. Мы в эту a кладем, значит, по этому адресу a кладем 42, возвращаем 0. b равно 7. Давайте мы скомпилируем эту программу. Ну, минус o, фун. И запустим ее. Так, еще раз. b равно 7. Здесь мы ничего с b не делаем. Здесь мы кладем 42 непонятно куда. Что происходит? Давайте разбираться. Давайте разбираться. С этой целью мы минус 0, минус g. И поехали, значит, в отладчик. gdb. Что там? Фун. Старт. Я сегодня узнал про команду старт. Я всегда делал bmain и run. Вот. Удивительное дело. Окей. Ну что? Пока все хорошо. b равно 7. Давайте посмотрим. Посмотрим. Где у нас лежит b. Да? Адрес нашей переменной b чему равен? Это локальная переменная. Она лежит на стеке. По адресу 7ffy e210. Запомним это число. Сходим в переменную тст. Сходим в переменную тст. Залезли в функцию тст. Функция тст получает в качестве параметра на стеке лежащую некая чиселка p, равная адресу этой самой переменной b, ровно так, как мы это и сказали. И даже мы можем сказать next, и у нас в переменной x теперь будет лежать этот самый, ну только давайте мы его в шестнадцатичном виде. Вот у нас в переменной x лежит этот самый e210. Прежде чем отсюда выйдем, давайте посмотрим состояние стека. Значит, стек у нас сейчас указывает на e1f0. Что в нем лежит? Ну, скажем. Так. Адрес p, e210. Где он? Мы же его только что положили туда. Я упор не вижу. Он, наверное, где-то выше в этого фрейма, да? Сейчас, давайте. Минус 4. p, x. В упор не вижу. Где он? Где? Где? Сейчас. e1.8. Еще выше. Понятно. Вот он. Вот это адрес нашей переменной p. Она лежит где-то на стеке по адресу e1.8. В ней лежит, собственно, адрес этого самого e210. Все хорошо. Мы его нашли. Ну, просто мы сдвинули рамку стек, чтобы было видно, что там лежит еще. Вот. Значит, запомним эти числа. Что вот здесь лежит адрес нашего этого самого p, который мы вот так вот сделали. Потому что мы сейчас выйдем из этой функции, и ничего хорошего больше она не сделает. Вот если мы скажем next, вот мы вылезли. Теперь мы вызываем функцию tst2. Посмотрим, что у нас творится со стеком. Та же самая картина. Мы зашли в функцию, передали фрейм. Ее локальные переменные этой функции разместились в этом фрейме. Мы вышли из функции tst, удалили фрейм. Мы вошли в функцию tst2. Снова создался фрейм. Ее локальные переменные лежат в этом фрейме. И это то же самое место, которое было выделено в функции tst просто. В функции tst2 то же самое место. Видите, стек туда же указывает. Как вы думаете, первая локальная переменная в функции tst2, в каком месте стека будет находиться? Я вангую. Это даже не вангую, я заранее знаю. Что первая локальная переменная... Сейчас, давайте мы ее посмотрим. Ой, 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 ой. Давайте посмотрим на этот код. Первая локальная переменная функции tst2 это a. Размером 64. Будет лежать там же в стеке, где раньше лежала первая локальная переменная функции tst2, а это x. Ну, в том самом же месте. Давайте это проверим. Что там у нас было? Да? p. Слышишь, амперцент а. Адрес а. a оказалась в том же самом месте стека, что и наша p. Смотрите. Не p, а p, да, p. Вот оно. Где там? Вот. А, нет, не p, извините, соврал. p это был параметр x, разумеется. Первая локальная переменная x. a оказалась в том же самом месте, где в предыдущей функции лежала x. stack reuse, да? Удалили фрейм. А, создали новый фрейм. Это a мы не инициализировали. Поэтому оно сейчас указывает и равно чему. e18, e18, e210. Что такое e210? Это b. В этом месте раньше лежал адрес b. Поскольку мы ничего не инициализировали, он там все еще лежит. И это отлично видно в отладчике. Вот он этот адрес. Вот что там лежит. Сейчас мы возьмем и напишем вот такое. То есть по этому адресу запишем 42. Окей. Значит, next. Все, у нас b равняется 42. Мы приплыли. Тапочки. Next, next, next. 42. И эту задачу можно было решить другим способом. Повесить watchpoint на этот самый b. Вот. Давайте попробуем. Так. Жим. Старт. Watchpoint b. Я надеюсь, что я правильно все сказал. Run. Нет, continue. Continue. О! Что это такое за хрень? Почему это? New value 7 хорошо. New value 7. Где она тут? b равно 7 написано. Что это за старое значение вот такое? Правильный ответ. Что это такое за число? Это мусор. Разглядывать его нечего. Поскольку локальная переменная b лежит на стеке, мы не вправе ожидать, что там лежит что-то кроме мусора. Окей. Там был мусор, теперь там 7. Continue. Они говорят, что у вас переменная b в данный момент изменилась. Она изменилась вот здесь вот. Ну, то есть, на самом деле, чуть раньше. Да. Да. Так, блин. Да, вот тут. Вот в результате работы этой инструкции к 12-й строчке у вас произошло изменение переменной b. То есть, в а лежал адрес b по какой-то причине. По какой-то причине он там лежал, мы теперь уже знаем. Мы его не инициализировали вот здесь. И в а, оказалось, лежало то, что раньше лежало в x. А мы его сами туда проложили, этот адрес. Такие вот дела. Вот. Вот вам пример использования атлантика для расхакивания довольно неприятной ситуации, когда у вас программа работает, но случайно работает. Счастье, когда программа падает, а не работает. Потому что... Нет, это не bt, а fun, да. Потому что... Так. Лучше. Вот такая программа сейчас упадет. Почему? Потому что вот это инициализированное a будет указывать... Там будет храниться мусор, и, скорее всего, этот мусор не доступен нам на запись. Вот эта операция не произойдет. Я авангую, что будет какой-нибудь segmentation violation или seekfold. Давайте попробуем. Можно даже прям так. Seqfold. Ну, слава тебе, Господи, хоть так. Теперь мы хотя бы... Вот такую программу мы знаем, как отлаживать, да? Вот она упала. Вот мы говорим backtrace. Вот мы смотрим, в каком месте она упала. Она упала в функции tst2. Почему она упала? Потому что... Вот в этой штуке. Потому... Ну, мы-то знаем, почему она упала. Потому что вот у нас тут разименование мусора происходит, да? Давайте посмотрим, что у нас лежит в А, в шестностичном виде. Там лежит действительно какой-то мусор. Я думаю, что в это место мы не имеем права ничего записывать. Да, вот. Да? Вот и все. При попытке разименования вот этого адреса происходит seekfold. Но это здесь лежит мусор, да? А в предыдущем варианте нашего кода мы туда положили, специально положили адрес в А. Причем я сильно подозреваю, что если я сейчас вот сделаю вот так вот, да? А, у меня тут все законверчено на самом деле. Тут же закастин. Мы же, мы же, мы же, это же си, мы взяли и закастили. Мы сказали, нет, мы хотим преобразовать. Так что ошибки здесь не будет. Так. Что я сделал? Я что-то не так сделал. Во. Давайте попробуем. Во. Мы сказали, а покажи мне все предупреждения. Ну, окей, это предупреждение нас не интересует. Он говорит, что x не используется. Как это не используется? Мы с помощью него подменяем стэк. Ну, не используется, окей. А вот здесь вот написано, что, вообще говоря, мы засунули в А, использовали А как неинициализированную переменную. Это только предупреждение. К сожалению, для си. Вот. Но это такое предупреждение, на которое имеет смысл обращать внимание, потому что, как видите, именно оно и привело к волшебному поведению. Все, едем дальше. Я сегодня узнал. Я вообще, когда готовлюсь к лекции, обычно очень много узнаю интересного. Я сегодня узнал, что, оказывается, вам не обязательно устанавливать пакет, который мы с вами смотрели, который дебагинфо. Во. Вот такой пакет. Если ваш дистрибутив предусматривает публичный сервис такой штуки, который называется дебагинфо.д. Что такое дебагинфо.д? Это такой специальный протокол сетевой, по которому любой может сходить и скачать дебагинфо информацию, предоставив ей как раз вот эти самые хэши. Вот по этим хэшам скачивается, если такой хэш имеется в базе данных дебагинфо.д, скачивается нужная информация и работает. Я специально удалил с этого сервера дебагинфо про библиотеку Пиццерье. Вот. Вот про эту. Пиццерье 2.8. Чтобы посмотреть, как это работает. Да, значит, давайте сходим по ссылочке. Вот сюда. Нам говорят, экспорт дебагинфо, URL, вот такую штуку. Окей. Значит, еще раз. Давайте посмотрим, что ее нету. Вот. Есть ПЦР Е3 и дебагинфо, а ПЦР Е2, что там, 8 дебагинфо нету. Значит, если мы сейчас попробуем отладить эту программу, к ДБ, что там у нас, ПЦР ЕДЕМО. Ему надо передать параметры, но мне кажется, он и так сойдет. Run. О, он говорит, смотрите, не хотите скачать дебагинфо. Он говорит, скачаю-ка я вам дебагинфо к ПЦР Е2.8, а заодно к ЛИППТРЕД, вот, потому что его тоже нету. А, нет, есть. Здесь есть. Она, правда, уже закончилась, да, но дебагинфо скачалась. И теперь мы можем отлаживаться, даже несмотря на то, что пакет не было, а, ну, давайте попробуем сейчас. Заодно покажу, как его запускать с параметром. ПЦР ЕДЕМО – это штука, которая, вы пишете регулярные выражения, первокомпатимал, ну, допустим, вот такое. И строчку, которую вы хотите померить, только вот так вот. А он вам говорит, что в третьем символе, 0, 1, 2, в третьем встречается это выражение, и это выражение 1, 2, 3. Ну, матч, вот. Ну, это просто какая-то демка из ПЦР Е, и идея стоит в том, чтобы ее скомпилировать. Вот, давайте мы научимся запускать из ГДБ программу с параметрами, потому что если вы напишете вот так вот, если вы напишете вот так вот, ГДБ будет считать, что это его параметр, 1, 2, 3, и вся вот эта вот фигня. Видите, да? Поэтому, если вы хотите запускать программу, у которой есть команд-лайн параметры, надо говорить вот так. Ну, вот. Значит, что там мы делаем? Ну, старт. Она говорит скачать. А, она говорит не скачать, она говорит разрешать ли каждый раз скачивать по дебагу-нфо-дэ. Это можно включить на повстоянке, как это включить на повстоянке, посмотрим чуть позже. Ну, вот, теперь мы можем отлаживаться и вполне себе, значит, даже заходить внутрь ПЦРЕ. Вот сейчас степ скажу. Вот. Нет, не сейчас. Вот сейчас. О, смотрите, что она сделала. Я сказал степ. Она полезла в функцию ПЦРЕ. Компайл. Из дебаг-нфо выяснила, что исходники лежат вот в таком файле. Скачала этот файл. И мы даже посмотрим, можем смотреть, как он устроен. Вот. То есть, если у вас нет дебаг-нфо-пакета, если у вас есть, но есть сервис, который раздает эти самые дебаг-нфо через эти ваши интернеты, да, то можно сделать это так. Вот. У Альта есть. Да, значит, обратите внимание на то, что вся эта байда достаточно быстро засоряет каталог кэш. Вот он. Ну, всего 2 мегабайта, конечно. Но 2 мегабайта это, ну, как это вам сказать? Это потому, что библиотека была хорошая. Знаете, сколько у какого-нибудь цланга занимает дебаг-нфо? Ну, 2 гигабайта. Ну, такое. Ну, в смысле, этого самого липси, который от цланга приезжает. В общем, следите за этим местом. Его надо, может быть, периодически очищать. Я думаю, что какой-нибудь кутэ тоже вам притащит дикое количество. Так. И это мы посмотрели, как получать дебаг-нфо, если у вас его нет. Дополнительные материалы про ГДБ. Разговор про ГДБ-сервер. Значит, я, как и обещал, про ГДБ-сервер показывать не буду. Идея состоит в следующем. Предположим, что у вас на машинке, в которой вы собираетесь отлаживать что-то, можно запустить ГДБ, но руками им командовать очень тяжело, по разным причинам. Тогда вы там запускаете только ГДБ-сервер, который, собственно, ну, скажем так, тогда вы запускаете там ГДБ без интерфейса. Интерфейсом является этот самый ГДБ-сервер. А потом ходите к нему дистанционно с той машины, на которую вы все красиво настроили. Вот. Довольно часто это удобная опция для отладки каких-то программ, которые там, ну, например, сами по себе что-то пишут на экран, на тот самый экран, с которого вы запустили ГДБ. И это все перемешивается, становится ужасно и все такое. ГДБ-сервер. Что еще интересного? У ГДБ есть опция подключиться к уже работающей программе. То есть это выглядит примерно так. Давайте я отсюда сейчас выйду, покажу, как это не работает, а потом покажу, как это работает. Вот у нас есть какой-то процесс. И мы говорим, давайте я поотлаживаю, ну, не знаю, Firefox. ГДБ-п. Ой, а он работает. У меня что, включено, что ли, на этой машине? Да, похоже, что на этой машине я включил эту фигню. Обидно. Я хотел бы сказать, как она не работает, она работает. Хорошо, сейчас на другую зайдем. Так, ну вот допустим. Нет, нам нужен, чтобы это был мой процесс. Вот этот. О! Если вы видите при запуске ГДБ вот такую картину, вы попали в яму. В самом прямом смысле этого слова, потому что настройка, которая вот эту штуку выключает, называется... Сейчас покажу, как. Это CISCTL, которая называется... CISCTL, ямы, PTR, SCOPE. Почему ямы, не знаю. Ну, вот в яму попали. Идея стоит в том, что при некоторых условиях можно повысить привилегии из дебагера путем, если эта яма включена. То есть, если вы можете не просто запустить процесс, а подключиться к произвольному работающему процессу, то иногда оттуда можно выклевать данные, которые при некоторых обстоятельствах, которые вы право выклевывать не имеете. Поэтому в тот момент, когда этот CISCTL был обнаружен, придумали вот такой переключатель, вот с ним неудобно действительно отлаживаться. Поэтому у меня, например, на Linux-праке он выключен. И на Linux-праке такая картина работает. То есть, мы можем отлазить произвольный процесс, просто сказав ему GDB-P. А в обычной системе, скорее всего, вы этого не сможете. Да, ну, не знаю. Сейчас. Какой-нибудь мой процесс. О, интересно, что будет. А, она, да, понятно. А, почему Джордж-то? Что я написал? Ну вот, он что-то делает, да. В какой-то момент будет работать. Оу, я, кажется, убил системдэш. Ну, ладно, убил, так убил. Убил системд-юзер. Но он там, наверное, особо-то и не нужен. Вот. Короче говоря, просто имейте в виду, да, что GDB в это умеет, но нужно выключать соответствующую яву. Теперь у нас осталось 15 минут на очень беглый разговор про GDB-интерфейсы всевозможные. Вот. И важная тема – это сценарий для GDB. Вот в нее мы потыкаем еще минут 10. Интерфейс для GDB, разумеется, если вы делаете это дистанционно, то у вас есть вариант только текстовый. Вот. Но текстовых их, в общем-то, на самом деле очень много. Вот. Я, к сожалению, не нашел, напишу в конспекте лекций. Я просто не хватило мне нескольких минут, не нашел. Дело в том, что сейчас модно писать на питоне оболочки вокруг GDB, страшные, красивые, ужасные. Вац. Как же он назывался-то? Ну, сейчас не буду искать при вас. Вац. Как было сказано кем-то из чатика, спасибо людям в чатике, можно было запустить GDB-туи. Сейчас мы, давайте перейдем 0.5. GDB-туи. Ну, не знаю, все тоже по цене. Нет, ну, хорошо, БТ. БТ. О! Ну, старт. О! Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Самый простой вариант, он есть вообще всегда в... Он очень довольно странно, действительно, как вы видели, немножко странно работает с экраном, но он есть практически всегда. Есть... Когда есть график, который из студии вводишь, там строгайся, и он разбивается, и он забыл на ключ. Да, это в случае, если он падает, и у вас сам терминал не настроен по-человечески, надо говорить слово reset. Нет, вот. Это ничего страшного. Reset — это именно команда терминалу перенастроится. Вот. Есть еще такая программочка cGDB. Она похожа, но тут, видите, она даже как что-то раскрашивает красиво. Вот. Значит, в остальном это все то же самое. Вот. У нее есть фича, вы можете нажать escape и перейти вот сюда, в это окошко, и в нем что-нибудь поделать. Вот. А можете назвать i, как в vime, insert, и перейти обратно в команду строг. Вот. Разумеется, есть всевозможные графические отладчики, самый примитивный не мивер, есть из KDE к KDBG, есть во всякие большие DE встроенные отладчики. Все это мы не рассматриваем в данном курсе, потому что курс у нас, как вы помните, на ту и исключительный. Есть еще один бонус, который я покажу, если мы успеем. Это когда в качестве интерфейса к отладчику выступает браузер. Но я его покажу потом, потому что у нас есть более важная тема. Более важная тема — это сценарии для GDB. Вы можете на языке вот этих команд GDB писать сценарии, которые будут вашу программу как-то обрабатывать. И эта тема важная, потому что домашнее задание будет на нее. В действительности все, в общем, просто. Графа Command Files в документации по GDB занимает вот столько. Ну, тут, правда, люди забыли сказать, что все остальные команды GDB, коих сотни, тоже там можно использовать. Вот. Рекомендуется прочитать вот эту статью. Она прям вот супер. Ее надо просто всю отщелкать от начала до конца, и у вас, как бы, ваши скиллы по GDB немедленно поднимутся. У кого там плюс один, у кого плюс десять. Вот. Давайте потихонечку напишем скрипт, который что-нибудь делает с нашим FUN2. Потому что он, ну, там есть хоть чего-нибудь поотлаживаться. Значит, что нам нужно, значит, GDB. GDB. Ну, допустим, мы скажем старт. Нет, старт не надо. Старт у нас сразу остановит на этом самом, на main. Значит, нет. Бранч, брейкпоинт фунт 2. В этом месте он остановится. Приделаем к этому брейкпоинту сразу команду, которая будет выполняться всякий раз, когда мы напоремся на этот брейкпоинт. Коммент. Это брейкпоинт номер один. Табуляция совершенно необязательная, я ее просто вставляю для красоты. Ну что, у нас что там в фунт 2 лежит? В фунт 2 у нас лежит n. Ну, значит, давайте print n. Все, yend. Yend. Ну и скажем run. Что сейчас произойдет? Если я запущу этот скрипт, загрузится программа, поставится брейкпоинт, к этому брейкпоинту приклеится, что показывать p, и программа тут же запустится и вывалится на этом брейкпоинте в первый раз. Ну, давайте попробуем. gdb минус x, вот этот самый скрипт gdb. Что там? bt. О, смотрите. Поставился брейкпоинт. Программа запустилась. Мы остановились на брейкпоинте и выполнили приклеенную к нему функцию. Показали переменные. Сейчас мы сделаем более интересную штуку. Давайте здесь скажем continue. Что при этом произойдет? Когда мы говорим run, она будет показывать эту переменную p и бежать дальше. Давайте еще bt здесь поставим ради красоты. о, смотрите, первый вызов, второй вызов, в смысле брейкпоинт, третий, ну и так дальше. Давайте еще раз. Обратите внимание, что он даже позаботился о нас, включил пейджер. Ну, полный экран вывел. Вы отлаживаетесь, читаете. Еще читаете, еще читаете. Надоело. Давайте отключим пейджер. Set pagination of. Так, смотрим, что происходит дальше. Да, сразу все выведет. Осталось только еще quit ему сказать в конце. Вот. И он еще и вылезет оттуда, чтобы отладчик не сидеть. Вот смотрите, какая красота. Обработали, обработали отладчиком бинарник, получили нужную нам информацию и вышли. Скрипт. Ну, дальше больше, что у меня тут еще написано. Здесь еще написано, что у нас брейкпоинт условный. Сейчас сделаем. Брейкпоинт. Ив, так можно делать и пальцами, это не обязательно в скрипте делать. Ив n, ну, скажем, больше 96. Теперь наш брейкпоинт сработает, то есть произойдет реальный останов и выполнение команды только тогда, когда n в нашей функции фунт 2 больше 96. Проверяем. Вот, смотрите. Вот он работает без брейкпоинта. И вот он сработал, когда n стал 98 равным. Такая вот красотень. А брейкпоинт можно ли не давать? Нет, по номерам, хотя фиг знает, может быть и можно. Просто номерам, может быть и можно. Да, но честно, я вот с этим не разбирался. Посмотрите, если вы увидите, что брейкпоинт можно именовать, напишите об этом в чатик. А я напишу об этом в следующий год в лекции. Потому что, да, действительно, нумеровать их довольно сложновато. Особенно с учетом того, что еще у вас есть такая штука, как GDB и нит. Глобальный и локальный. В который можно прописывать в том числе и брейкпоинты. Брейкпоинты можно сохранять и загружать. И они там, получается, снова и брейкпоинт уже будут следующие нумерации. Да. И тогда у вас нумерация вся поедет к чертям. С этим надо быть аккуратным. Да. Вот. GDB и нит. Вот, кстати, пример скрипта на GDB, скопипащенного мной из этих ваших интернетов, который позволяет печатать QT-стринги на экране. Потому что QT-стринг это жуткий объект, из которого надо еще уметь доставать этот стринг. Вот он и достает. Если у вас статический QT-стринг, то он вот так вот печатается. А если динамический, то вот так вот. У нас осталось 3 минуты на фан. Фан состоит в следующем. Как отлаживаться через броузер. Для этого мы должны запустить с той стороны специальный веб-сервер, а с этой стороны подключиться к нему броузером. Для того, чтобы с той стороны что-то запустить и с этой стороны что-то запустить, нужно пробросить порт с помощью SSH. Да. Порт будет у нас... Давайте мы в истории поищем порт. Нет, он был. Вот не надо мне. Минус L. Нет. SSH минус L. О, нет, это не то. Ну ладно, пофиг. Значит, у нас, наверное, это должно быть написано в плане лекции, поэтому... 5000. ССХ минус L 5000, localhost 5000. Это проброс 5000-го порта оттуда на мою локальную машину, потому что та машина может вообще не быть в интернете. Например, нам сервер этот самый практикум и доступен только по SSH и больше никак. Заходим. Ну, да, LinuxPrag. Так, смотрим, смотрим, вот он, а, нет, тут ничего нету. Устанавливаем наш pip3 install, устанавливаем наш, тот самый штуку, который называется gdbyguy. gdbyguy. Вот, заходим, значит, в куда мы хотели, допустим, и говорим gdbyguy. gdbyguy, я сказал. А, значит, с этим pip install вот сюда localbin, как это вообще часто бывает с pip install, приезжает скрипт, вот он. Если у вас его нету в доллар пасс, поставьте, хорошее место для доллар пасс. Прям хорошее. Вот, вот оттуда gdbyguy запускаем. Ему надо указать, что мы хотим его запускать только как, то есть, чтобы он не запускал прямо там браузер, а то он прямо там браузер запустит. И он там есть, links, но это не очень хорошо. Значит, gdbyguy, gdbyguy минус r, ну, скажем, тот же самый bt, он говорит, вот, зайдите на 500-й порт и посмотрите. Сейчас зайдем и посмотрим. Так. Заходим на 500-й порт, localhost, двоеточие, только пятитычный, да? Опа! А вот и он. Welcome, говорит, gdbyguy. gdbyguy не хочу. Это маленький хелп по интерфейсу. Вот, смотрите. Вот наш gdbyguy с той стороны. Вот, смотрите, да, это вот для тех людей, которых пугает, пугает gdb, вот, тут даже есть кнопочки отладки, вот, вот это вот всего, но я не умею им пользоваться. Но люди им пользовались. Вот, он потихонечку развивается, даже не потихонечку. Интересный такой проект, как видите, на чистом питоне. О, и это бонус. Показать еще один бонус. Маленький. Хорошо. Показываю очень маленький бонус, не имеющий отношения к нашей лекции, а имеющий отношение к следующему семестру и курсу, который называется архитектура RISC-5. Спасибо сокращенцу, с которым мы эту штуку делали весь прошлый год. Значит, маленький бонус, и на этом мы заканчиваем. Маленький бонус состоит в том, что эта же машина, на которой у нас сейчас практикум, является машинкой, на которой мы, вот, сокращенцем, организовали стенд по программированию на RISC-5. Выглядит это так. Заходим на LinuxPrag и видим, что на самом деле там проброшен еще один порт. Кажется, 80.008. Ну, давайте. grep-b. Сейчас. grep-b6. LinuxPrag. K. SSH. Конфиг. Да. Нет. Что? А, не b6, а a6. Я тупой. Вот, 80.008. Там что-то нас ждет на порту 80.008. Давайте посмотрим, что нас ждет на порту 80.008. Ну, скажем так, user. At LinuxPrag. Да. Вот у нас есть, допустим... Нет, это не то место. Надо все-таки, все-таки, все-таки Джорджа зайти. Так. И вам здравствуйте. Это кто-то зашел уже. Это, наверное, сокращение зашел, да? Это user зашел. Это сокращение зашел. Здравствуйте, да. Вот. Вот. Нет. О! Вот. Вот это тут должно быть... Вот это программа, написанная на языке ассемблера RISC-V, которая управляет... Знаете, чем? Давайте. Мы же пробросили порт 80.008. Давайте сюда посмотрим. Localhost 80.008. Во! Вот это две платки. Их очень плохо видно, потому что там такая веб-камера. Одна из них моргает зеленым светодиодом, а вторая управляет этой платой. Которые стоят на моем рабочем столе в компании Basalt SPO. USB-порт, от которых проброшен в ту самую виртуалку, которую мы пользуемся для Linux-прака. А еще USB-порт от веб-камеры проброшен туда, и мы сейчас видим ту веб-камеру, которая смотрит на мой рабочий стол, точнее, на специально освещенное место за моим рабочим столом. И вот. И она моргает. Сейчас мы перекрасим цвет. Так, только давайте мы сделаем Sleep 5, чтобы она подождала, а мы посмотрели. Сейчас вот эта штука начнет моргать. Это значит, я прошиваю. Перешила. А цвет поменялся? Ну как? А почему он не поменялся? Давайте помоем. О! То есть фактически вот этот стенд, на котором можно в онлайне отлаживаться простейшие программы по управлению микроконтроллером на базе RISC-V, прямо там же находится. Ладно, это был совершеннейший бонус. Просто мы так его пока никуда не внедрили, этот исключительно вот такое. Но оно работает, и возможно в следующем семестре можно будет этим реально попользоваться. Да. Если есть какие-то вопросы по основной теме, потому что это была тема явно не основная. Если есть какие-то вопросы по основной теме, задавайте их. Домашним заданием будет такида написать парочку ГДБ сценариев. Вот примерно таких. Вот прям вот очень похоже на этот. Вот. Ну, вот. Да. А тем, кому лень и неинтересно, запрограммировать итератор на хи. Итератор. Ну, там вообще-то задача написания итератора состоит, да, функции специальные, но вы можете ее решить тупо, вот, а можете решить ее вот таким вот образом. Вот у вас есть некий шаблон, который говорит, вот, распарсить, создать итератор, рейндж, распарсить параметры, прописать их в рейндж, да, а потом, вот, вызвать такие функции. Заодно потренируйтесь, программировать на хи. Это не обязательный вариант, это для тех, кому неинтересно все остальное. В принципе, это вполне достаточно решить ту задачу, которая тут написана. Все. Тогда все. Всем спасибо. Еще раз спасибо сокращенцу, который принимал активнейшее участие в создании стенды с лампочкой. И вообще там у нас поддерживают аудиторию. И в следующий раз у нас что? Что у нас в следующий раз? Я думаю, что в следующий раз какой-нибудь автокреп. Давайте посмотрим. Эстрейс в следующий раз. В следующий раз великий и могучий эстрейс. Вот. Так что оставайтесь с нами, дальше будет интересно.